Добрый вечер, уважаемые дамы и господа! Мы продолжаем наш великолепный курс. На прошлой неделе мы разбирали последние главы, последние параграфы недельной главы в Эдханан, и мы подошли к началу седьмого параграфа. Седьмой параграф частично входит в недельный раздел в Эдханан. По-моему, 11 пасоков мы сейчас увидим, и мы их решили оставить, а на этой неделе мы приняли решение, что давайте мы добьем конец в Эдханан. Мы вчера в субботу читали, а именно Экеф. Вот мы будем разбирать целиком весь седьмой параграф. Значит, я выношу благодарность Анне, которая подготовила нам материал. Я его просмотрел, успел просмотреть перед началом урока. Вот, и давайте начнем. Нас сегодня немного, и надеюсь, что эффективно пойдет наша работа. Итак, ПЕРЕК ЗАИН НА АЛЕВ ИЗКНИКИ ДВАРИМ Несколько грамматических замечаний. Месяц перевода. Когда приведет Всевышний Бог твой, как переведет тебя Всевышний Бог твой в землю, вот здесь такой оборот ивритский. Я вам дам дословный перевод, а потом, естественно, смысл. Который ты входишь туда, чтобы овладеть ею, то есть в которую ты входишь, чтобы ею овладеть. ШАМА – это туда. ЛА РИШТА. ЛА РЕШТА. ЛА РЕШТА. ЛА РЕШТА. ЛА РЕШТА. ОВладеть ею. Дальше. ВЕ НАШАЛЬ МОИМ ПРАБИМ. Слово НАШАЛЬ. Ну, современные слова дают его в МИЯНИ ПИЭЛЬ, но в ПААЛЕ смысл очевидно тот же, что это значит «изгонять», «выселять». «И выселишь народы многочисленные от лица твоего». И вот они перечисляются. Это хананские народы. Иногда они в одном порядке, иногда в другом. Иногда кто-то добавляется, иногда кто-то выпадает. Есть объяснение, когда и что. Вот сейчас перечислены ХИТЕИ, КИРГАШЕИ, ЭМОРИИ, КНААНИИ, собственных КНААНИИ, и ПАРИЗЕИ, и ХИВЕИ, и ЕВУСЕИ. Семь народов больших, многочисленных. АЦУМИМ, АЦУМИМ, МОГУЧИЕ, КОНОСАЛЬНЫЕ. То есть те, которые многочисленнее и сильнее ТИБЯ, МИМЕКА, сейчас мы бы сказали МИМЕХА, КАФСОФИД, КАФСОФИД существует. И я объясняю, что есть четыре варианта буквы КАФ. Есть КАФ и ХАФ, есть ХАФСОФИД и есть КАФСОФИД. Но в современном иврите КАФСОФИД практически здесь заменен на ХАФСОФИД. Где, что, это отдельный разговор. И что же тогда произойдет, когда ты войдешь, когда приедет тебя Всевышний в эту землю, нам расскажет Анна. Пожалуйста, прошу вас, Бет. Да, да, да. Сложная фраза. И придаст, отдаст Всевышний Господь пред тобой, как бы тебя, я скажу, Лифанеха, как бы, получается, пред лицом. Он на Танам и даст их буквально. Даст их, ну, предаст их к лицу твоему или пред лицом твоим. И поразишь ты их, а ХАРЭМ, ты ХАРИМ вот там, ну, как бы, прям поразишь поражением как-то там, или окончательно разгромишь разгромом. Ну, а буквально ХАРЭМ, тот же корень, что словно. ХАРЭМ, видимо, да, как окончательно отчуждишь их, отчуждением. ЛОТ ТИХРОТ, НЕ ЗАКЛЮЧАЙ С НИМИ СОЮЗА, ТИХРОТ БРИТ, ЛААБРИТ, И НЕ, как бы, НЕ ТЭХАНЭМ, то есть, НЕ, как бы, Ну, ЖАЛОСТЬ НЕ ПРОЯВЛЯЙ, ХАНУМ, ТЭХАНУМ, как-то там, МОЛЬБА, получается, НЕ ЖАЛЕЕВ. Да, да, да. ЛОТ ТИХРОТ БРИТ, КОРЕТ БРИТ, да, КОРЕТ, то же самое, что КОРЕТ, это отсечение, да, так говорится про союз, да, НЕ ЗАКЛЮЧАЙ С НИМИ СОЮЗ. Я чуть-чуть отвлекусь, значит, был такой мелкий и довольно хитрый народ, которым удалось, как в том анекдоте, обхитрить евреев. Они принадлежали к канонским народам, они упустили две возможности, во-первых, принять власть евреев медным путем и остаться на месте, отказавшись от идолопоклонства. Во-вторых, спокойно уйти в какую-то другую землю и жить там так, как они считают нужным. Вот. И когда было уже поздно, они пошли на хитрость. Они оделись в рваные одежды, стоптанную обувь, взяли пустые мехи для воды, засохшие хлеба и сказали, мы пришли издалека заключить с тобой союз. Поскольку было сказано, не заключай союз с народами этой земли, да, то Йошоа, который был руководителем народа после Муши, да, он попался на обман и заключил с ними союз. А когда этот обман был раскрыт, уже, в общем-то, было поздно. На самом деле, на самом деле, поскольку имел место обман, то и обещание, данное Йошоа, в общем-то, можно было аннулировать. Но Йошоа пошел другим путем. Он сказал, будьте, живите пока среди нас с испытательным сроком. Но если мы увидим, что вы достойны войти в состав еврейского народа, как в фильме «Чебурашка», да, фионеры принимают самых лучших. Вот, тогда, соответственно, будет Гио. Но вот на протяжении нескольких поколений мы ждали, ждали, вот они жили среди нас, ничего не научились, показали свою жестокость в истории. Гивонцы их называли, да, когда они потребовали выдать им семерых потомков царя Шауля. И, значит, было решено, что будут они до конца своего существования водоносами и дровосеками. Вот такая история. Ну вот, так, да, и нищите их. Теперь Гимел попросим Тимофея. Гимел, прошу вас. Гимел. А что за анекдот, простите, Роклининга? Что такое анекдот про хитритюрию? Это, ну, как приходит, сейчас, минуточку, католик приходит на исповедь и накладывает Святой Отец, на мне грех, я имел дело с евреем, и я его обманул. На что ему Святой Отец отвечает? Это не грех, это чудо. Ну вот такая история. Дай Бог, дай Бог. Да, Тимофей, прошу прощения. Все нормально. Так, Гимел. Да. Так, и не женись с ними, дочери своей, Бетха. Не давай. Да. Да, и не бери для сына. Не давай, не давай, Титен, ну ты, да. Сын, сыну его. Да, не давай сыну его и дочери его. Не бери для сына твоего. Да, да, верно. То есть, родниться с ними тоже запрещено. Это касается вот этих вот хананских народов, да, с которыми надо держать ухо в астрову. Так, ну теперь очевидно я, да? Далет, далет. Потому что если такое произойдет, то что получится? Ибо отвратит сына твоего, Меахарай, от следования за мной буквально, вот так. И будут они служить богам другим или богам других народов. И возгорится гнев Всевышнего на вас и истребит тебя вскоре, быстро. Вот из этих фраз выводится Аллаха, что еврейство передается по материнской линии. То есть, если такое произошло, если такой брак имеет место, мать еврейка, дети, соответственно, тоже евреи, потому что назван он твой сын, да? Если же мать не еврейка, а еврей-отец, да, то не назван он твоим сыном, да? И что тогда, если он действительно хочет следовать твоим путем, то неизбежно он должен пройти к югу. Вот такая история. Так, хорошо. Эй, просим, Анна. Так. Так. так вот так поступает и с ними жертвенники их ну в общем разрушить и видим отец у меня там было где-то оно было короче мацева мацева это такой памятник типа как стела такой каменный памятники разбейте разрушки а шара это шара это ну как-то рощи по моему деревья рощи какие-то которые так как отрежьте отсеките вырубить и как-то рубить и да это годы типа ампутировать что-то отсекать все лэпси лейха мы все вкусили тоже какой-то памятник пессель пессель да пессель это тоже идол-идол памятник сожгите в огне ну видимо что-то деревянное потому что да наверное деревянно как было можно больше численно деревянно ну вот как сожгли золотого тельца который был поэтому это сказать светскими историками это оспаривается поскольку золото можно сожить еще порошок так ну я добавлю что вот то что мы перевели как памятники мацева памятник это современное значение а там это некое культовое сооружение идолопоклонническое языческое да представляющие собой некий такой монумент до которого приписывается сверхъестественные силы естественно для чего уничтожаются всякое упоминание языческих идолопоклонских религий народов которые жили здесь дабы потом не произошло того что действительно в общем-то это и происходило что евреи отпадая от всевышнего да рассуждали так вот здесь жили народы они молились своим богам и вроде у них все было хорошо мы тоже будем молиться их богам да вот тем более что вот они на месте и нам известно где они и как их звали и чем они занимались какой областью мира они управляли и как им служить вот то есть конечно же это не памятники к нашем современном понимании да теперь мацева это камень установлена вертикально да а шейра богиня плодородия в честь нее сажали деревья или целые овощи вот а псалим очевидно здесь имеются ввиду деревянные вот изображение чего-то там такого отчасти человека отчасти может быть каких-то животных например известен пессель идол в виде рыбы да так есть спасибо вау пожалуйста темофии 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 да ибо народ святой ты и высшему богу твоему к тебе выбрал Всевышний Бог твой быть ему народом Сегула чудесным или как-то лучше. Ам Сегула. Но обычно переводят Ам Сегула избранный народ, хотя буквально Сегула это что? Фиолетовый. Народ фиолетовый. Фиолетовый народ. Что такое Сегула? Это некий набор текстов или действий, призванный привлечь божественное благословение. К примеру, есть определенный порядок, который, как мне говорили, реально помогает найти пропажу. Да, да. Вот там упоминается раби-мейер Бальханес, что в заслугу его мы просим Всевышнего помочь найти пропажу. А, ну да, я слышала. Да, и вроде надо дать знаку именно вот на купат-мейер Бальханес. Да, вот. А тут целый народ, целый народ Ам Сегула. Ну, фактически мы знаем, что предназначение еврейского народа отличается от всего, от всех других народов. Да. В общем, народ избранный из всех народов, которые на земле. Да, буквально на поверхности, на лице земли. Так, Зайн. Ну, да, да. А может, у нас что-то Натан давно не читал? Ну, а то мы будем рады, если он к нам присоединится. Натан здесь, да. Что читать? Ну, давайте. Да, кстати, действительно есть такое. Ну, да. Погромче сделать. Я не знаю. Да, что читать, Зайн? Зайн? Да. Да. Лом и рубхем николе амим хашак ашем бахем вивхар бахем ки атом амеат николе амим не из-за многочисленности вашей хашак вообще интересное слово. Да, хешек, хошек. Хешек это обычно очень эмоциональное желание, то есть сильнее, чем рацион. Более того, в современном вивле хешек это вообще имеет такое, ну, скажем, меню эронтическое. Ну, кроме, да, окей, но хашак ашем, да, влечение, да, вот именно, даже не рацион, не желание, а влечение, да. Шем вас и выбрал и выбрал вас, потому что вы именно немногочисленные из всех наук. Да, да, да. Спасибо, Натан, совершенно верно. Так, так, а почему же тогда, сейчас мы это увидим, вот тогда я беру себе хэт и перевожу. Ки ме ахава да шем эт хэ у ми шам ро, точнее шом ро эт га шву а ашем баят хазака ва ив декха мебит овадим мияд паро мелых мицраим так а от любви всевышнего ква и от того что шом ро да от того что соблюдал он шву а что такое шву а клятва клятва так я принимаю который поклялся поклялся отцам вашим что же это за клятва отцы ашем эт хэм а тут сказано не не смысл клятвы а что именно потому что он поклялся отцы ашем эт хэм вывел всевышний вас баят хазака рукой сильной ва ив дэ ха здесь корень пада падэ это искупил выкупил да из дома рабства из руки фараона царя египта добрый вечер здравствуйте милости просим к нам если у вас есть желание читать а еще переводить вы включите микрофон мы это увидим и предоставим вам очередь так если микрофон не включен вот вы только слушаете мы соответственно перепрыгиваем через вас сейчас очередь это Анна да да просим так киядата выядата кияшем лок эл овэха пу айлуким аэль анеэман шумэр абрит лэ ахэсэд лэ огавав лэ шумрейх митсвотав лэ элэф дор ибо знайте знайте что господь бог ваш он господь верный хранящий верность соблюдающий хранящий завет и милость любящим его и хранящим заповеди его на тысячу поколений да совершенно верно первое что я хочу вам сказать и иногда вместо вот такого мистерменного субикса юдвав пишется просто буква вав но это вот различие креектив имеется ввиду конечно митсвотав это заповеди и он да и второе на что похожа эта фраза что она другими словами немножко рассказывает да то что сказано в вестеречении вестеречении да совершенно верно да что до тысячи даров родов извините да род русский дор на иврите другую страну читаем да любящим любящих его прелестно так юд попросим тимофея да да юд лисонав лисонав элпанав лэгавидо ло яхер лесно элэпанав яшалэм ло лисоно элпанав яшалэм да да лисонав лисонав и отплачивающий ненавистникам его за их да вида разрушения их вида уничтожение а вида уничтожить его кого ненавистника ненавистника уничтожение его не задержится лё да 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 к ненавистнику его в лицо его заплатят ему да то есть всевышний милосерден к тем кто исполняет его заповеди даже если будет нарушение бог не спешит наказывать но те кто враги его да возмездие придет весьма скоро да спасибо так теперь теперь и вот Алиф ну попрошим нас Натана да нет Павлен Мишамарда Дамитслава это Хуким в этом Мишпатим Ашера Нухим Цавха Айом Ла Асутам в единственном числе стоит заповедь и заповедь и установление возможно да как установление да но Хуким Мишпатим вообще говоря закон закона но разного свойства не знаю как в русском переводе это различается законы и правила может быть не знаю которые я тебе завоповедую сегодня делая их да Ла Асутам Ла Асутам да я говорил что Ла Асут то что мы переводим обычным инфинитивом имеет некая склонность да к цели направления для того чтобы делать их я заповедую их тебе делать их то есть для того чтобы ты делал спасибо так юд бет ну очередно слово я да так подождите подождите как как у нас тимофей читал я читал так надо ну хорошо тогда теперь вы правильно да да вот здесь начинается следующий недельный раздел который мы в эту субботу читали называется он по первому значащему слову это за то что ну интересно что слово акев означает еще и пятка пятка да вот есть намек что период который сейчас мы переживаем это пятки машиеха вот он уже на подходе и будет за то что пишем послушайте вы вы послушаетесь законов этих и соблюдать будете их и будете делать их и да и сохранит всевышний бог твой тебя точнее к тебе что союз и милосердие которое обещал сам твоим это бритв это ахесет да союз то есть что такое бритв союз это в общем взаимное обязательство двух сторон здесь говорится о том что если мы будем соблюдать взятые на нас обязательства исполнять закон всевышнего то он будет ранить нас так Анна Югива пожалуйста да насчет насчет экиф сказано что почему экиф глава называть то ли потому что здесь упоминают такие заповеди которые не очень значимы которые люди как бы склонны ну как бы ходить по ним то есть так типа под ноги бросать да а другой вариант наоборот что здесь заповеди касающиеся вроде бы земли Израиля по которой в которой люди если живут то прям таки ходят прям таки по заповедям там полным полным наоборот позитив есть и такое так замечательно так так и полюбит как бы Всевышний Тебя и благословит барахаха и размножит, увеличит, умножит и благословит умножит Тебя и благословит плод с кончрева Твоего, скажем так, с колонастором славянской, вот. И землю Твою, и конха, и зерно, 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 хлеб. То, что растет хлеб. Тирошха – это вино, и вино твое, и зереха – это оливковое масло. Так как во второй части шма упоминается. Да, да, да. Вот. И шгар-алафеха, и приплод быков Твоих, и аштерот-цунхан тоже приплод овец Твоих. На земле, который поглялся отцам Твоим дать Тебе. Дать Тебе. Совершенно верно. Вот это вот алафеха, не от слова элев тысяча, а от слова алуф. Алуф – это победитель, вот это еще, как он называется, алуф? Генерал. Какой-то генерал такой, по-моему, начальник какой-то. Здесь имеется в виду генерал. Да. Вот. Здесь Таталуф – это полковник, насколько я понимаю. Полковник. Раф Алуф – это надполковник. Нет, не надполковник. Раф Алуф – это роматкаль, это который… А, и весь интерес такой по-русски, я уже напомню, генерал-лейтенант, больше генерала. Что-то вот типа этого. Было, что-то такое. Да, 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 есть такое. Да, 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 вот Раф Алуф – это роматкаль. Генерал-майор Германов. На команду еще на Раф Алуф. Да. Да. Так, хорошо. Хорошо, спасибо. Все правильно. Так, теперь Юд Далет чей? Мой. Мофей. Мофей, да. Держите. Юд Далет. Барухти е миколь агим, лёй е бэ ха акар ва акара у ви бэ гэм тэха. Благословен будешь из всех народов, не будет тебе бесплодного и бесплодной, и также среди скота твоего. Да, и в скоте твоем тоже. Да, 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 верно. Так, ну что, тогда Натану достается тэпа, пожалуйста. Да. Да, да. Да. Ну вот Матвей, насколько я понимаю, тоже это, в общем... Нездоровье. Всякие-всякие нездоровые признаки, да. 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 Да, плохие. Которые ты знал, по-видимому, которые ты видел, как они происходят в Египте. Да. Он на тебя их, ну так, даст, но перевод не положит. Не было. Применит их к тебе. Да. Унтанам. А наоборот, даст их, выкользься, на всех ненавидящих тебя. Да, так им и надо. Да, совершенно верно. Вот такое обещание. Хорошо. Так. Тет заин мой, да? Да. И буквально пожрешь все народы, которые Всевышний Бог твой дает тебе. Да, он передает их в твое распоряжение, и ты можешь их уничтожить, как полностью съев. Да. Пусть не щадит глаз твой, пусть не имеет жалости к ним, и не служи богам их, потому что заподняет это для тебя. Ну, из истории мы знаем, что так оно, к сожалению, и случалось. Так, теперь Юдзайн, пожалуйста, Анна. Так. Ну, если скажешь или когда скажешь, если скажешь ты в сердце своем, велики народы эти, чем я, более великие они, многочисленные, чем я, как же смогу изгнать их? Да, именно так. Слово ки имеет много значений, и просто из контекста мы знаем, где оно что означает. Здесь это, если вдруг ты так подумаешь, если вдруг скажешь, так, спасибо, то тогда, Юдхет, Тимофей, что же произойдет? Что же надо делать? Да, Юдхет. Да, Юдхет. Не играет роль твоя сила, потому что Всевышний, он за тебя воюет. Так, есть Юд, Тет, пожалуйста, Натан. Юдхет. 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 Великие странствования Которые видны глаза твои В данном случае масса Тут масса, тут испытания Испытания И путешествия, и не налоги Не налоги, кстати Да-да, правильно Масса, это же налог еще Да-да, правильно, масса Должно было тогда действительно сайном А здесь масса Да-да-да Испытания, которые видели глаза твои И знамения, и чудеса И сильная рука И протянутая мышца Которая вывел Господь Бог Тебя Да, сделает Господь Бог Всем народам Которых ты боишься Перед ними Да, ты их боишься Да, совершенно верно Это вот ера Минуточку Вот это слово И вот это Ло-тира Это имеется в виду корень не раа А корень ют-реш-алеф То есть бояться Бояться Как Ир-ад-шамаем Лы-гав-тиф Так Да, верно, замечательно Так Теперь я перевожу Ка-в-там-эд-га-цир-а Иш-а-лах-ашем Эл-геха Бам Ад-ав-од-га-ниш-арим Вега-ни-старим Ми-пан-эха И даже Шершни Или Ос Да Пошлет Всевышний Бог Твой В них буквально То есть в эти народы До того Как Истребит Вот этот корень Означает Исчезновение Оставшихся И Ни-старим Да Спрятавшихся От тебя Даже если Они спрячутся Так Что ты Не сможешь Их найти То Цир-а Да Ос Оса Шмель Шершень Да Сделает свое дело Найдет их Да Это Я вспомнил Анекдот От чего Умер Ваш муж От укуса комара Какая странная смерть Что вы знаете Комары Смертельные Враги Канатоходцев То бишь Очевидно Роль Шершни Не в том Чтобы Зажали До Смерти А возможно Просто в том Чтобы он Обнаружил себя Чем Будучи Ужаленным Наверное Какой-то Реакцией на это Да Я так представляю Интересный Комментарий Вот Я В эту субботу Видел Что Шершнем Уподобляли Палестинцев Палестим Вот такой Мелкий Но довольно Вредный Народ Которые Набегали Совершали набеги На Еврейскую Территорию Грабили Забирали Били Убивали И Смывались Обратно Да То есть Сложно было С ними вот так вот Воевать Да Как шершник Которые Палестинцы Преплены Плештин Ну Теперешние Хоть они не сами Взяли себе Это название Да Но чем-то Напоминают Они Увы Так Теперь Каф Алиф Чьё Так Моё Ну вот Слово Аруц Я так искала Искала Аруц Это к тому же Вот Натан подтвердит Да Это Канал вещания Да Это где Аруц Да Да Это еще Канал телевизионный Ограниченные С боков И протяженные Да Да Но и кроме того С другой стороны Кроме Коммуникацион Кикшора Это Аруц И нахаль Тоже То есть То что Вымывает Вымывает Ручей Называется Аруц И нахаль Да А враг Керац Явно там Это и есть То что Распространилось И бежит Да Да Но смысл Тут Как Анна сказала Не страшись Здесь да Здесь смысл От них Или из них Ибо Всевышний Господь Твой Среди тебя Среди твоей Бог Великий И страшный И грозный В современном Иврите Я не Не знаю На ухо Нету Этого Тароц Лароц Что это Сверно С какой-то Боязнью Да 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 Я тоже не встречал Только по смыслу Так Спасибо Теперь Снова я Да Я читал Значит Тимофей Я читал Значит Тимофей Читает Да 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 Тут мы сделаем дословный перевод Потом объясним значение Вначале мы перевели Это как Изгонец Да Да Изгонец Всевышний Бог Твой Народы От лица Твоего Да Эти От лица Твоего Постепенно Потихоньку Постепенно Постепенно Не смогут Не сможет он Кало Там Закончить Прикончить Их Буквально Не сможет Прикончить Быстро Поэтому умножишь Чтобы не Умножить На тебя Да Чтобы не Умножились На тебя Буквально Да Звери Поля Звери полевые Да Да Потому что Если Земля Пустеет А людей Там нет Там Звери Складятся Да Ну Не имеется ввиду Что для Всевышнего Есть что-то невозможное Конечно же Нет Но Просто Всевышний Законы Природы Соблюдает И если Он совершает чудо То как говорится По минимуму Да Он будет Постепенно Убирать Эти народы По мере Твоего Продвижения И занимания Тобой Земли Которую Он Себе Передает Так Известен Случай Что когда Санхири Кажется Это был Да Когда он Увел Население Иудеи В Плен Да В Вавилон То Он Израиль Увел Кому Северное Подождите Он Увел Северные Северные Колены А На выходонос Увел Ага Да Что тогда Произошло Да Он Заселил Землю Но Очень Немного И вот Звери И набежали Да Благодаря этому Мы имеем Кого Самаритян Да Гиор Арают Так Хорошо Теперь Попросим Натана Как Гиммел Да Я Попробую Придаст Придаст Поведен Господь Бог Перед тобой Или тебе Это Одно Из самых Распространенных Слот Если Стало Просто Сленд Человек Как Это Они Амум Или Амума Это То Что По-моему Стало Совершенно Говорят Я В шоке Я В шоке Амэм Это Перевести И в шок В шоковое Состояние Амэм И ума То есть Он Ведет В шок Путем Шоковой Терапии Но до чего А до того Что вообще Всех уничтожить Шамадам Да Это тяжелое Слово Да Вот В Талмуде Используется Выражение Тайма Да Это значит Нечто удивительное Что вот Вдумавшись В то Что написано Здесь Ты поразишься Да Да Умия Послушай Это же В этом самом Ай Это Это из Гимна Израиля Умия Умия Там тоже Умия Это Амум Амум Это то Что точно В шоке Твой человек Просто пораженный Совершенно Это все На тему Мне кажется То Амум Это все Что-то близкое На звук Это Что-то Когда человек Просто Находится В каком-то Совершенно Нестандартном Состоянии От того Что с ним Происходит Да А Вспомнил я еще одно слово Тимагон Тимагон Да А Мэалума Мэалума Это удар Это вот сейчас Когда описывают Какие-то военные действия Кто-то Находит Какой-то удар Например Какая-то страна То это вот как раз То Это слово Мэалума Лэалум Лэалум Это стукнуть так Что противник Просто Находится В состоянии Шок Ну Дай Бог Спасибо Я немножко Перепрыгнул Да Так Теперь Кавдалет Я беру Да Венатан Малкием Беядха Ве А Вад Та Эт Шамам Митаха Ташамай Ло Ит Яцев Иш Бефанеха Ад Иш Мид Ха Ота И Передаст Их Царей В руку Твою И Истребишь Ты Имена Их То есть Истребишь Их Так Что даже Имя Их Не вспомнится Из под небес Ло Ит Яцев Да Это Не устанавливай Да Не Не останется Иш Один даже Человек Бефанеха Пред лицом Твоим Ад Иш Мид Ха До того Как ты Ишмит Истребишь О там Их Ни одного Человека Не останется Не останется Да Ну Я Могу Маленькое замечание Примечание Сделать Что Это вот как То история Днемахом Семерых Убивахом То есть Всевышний Наказывает Народы Которые Самовольно Заселились На территории Которую он предназначил Для Своего народа Для избранного народа Они Вели себя Очень Очень Неприлично И Заслужили Вот Такого Такого Такое Наказание Вот И Всевышний Одновременно Наказывал Их И освобождал Территорию Для Евреев Которые Входили Землю Землю Предназначенную Им Так Каф Эй Анна Да 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 Так Псил Псилей От Серебром Золотом И Территорию В Территорию Территорию Помогите Территорию Голову Вот И с точки зрения Содержания И с точки зрения Языка Есть много Интересных Слов Как мы видим Ну с Божьей помощью Через неделю Мы Продолжим Всем большое спасибо Приходите еще Если других вопросов Нет Еще раз Поздравим Поздравим Натана Со свадьбой Спасибо Принимаем Мазальтов Спасибо Мазальтов Мазальтов Добрый час Всего наилучшего Еще раз Спасибо Анне Она подготовила нам Материал Которому Мы сегодня Работали Вот И С Божьей помощью Если будут Какие-то пожелания Если Будет Какой-то текст Который Вы хотите Разобрать Милости Просим Присылайте Есть Группа В Телеграме Есть Архив Всех наших Записей Вот В том числе Можно посмотреть И Самое первое Занятие Где я немножко Рассказывал О грамматике Ну вот Все это достижено Всем спасибо Счастливо Всего Если будет Желание Можно посмотреть Вот На свадьбе Там же тоже Есть Такие Канонические Моменты В том числе Например Шево-броход Которые Читаются Под хупой Там вообще Говоря Интересные тексты Их тоже Можно разобрать Я надеюсь Что ты говоришь Нет Я давно Порываюсь Разобрать Молитву За государство Израиль А у кого нет И нет Ни у кого Текст У тебя нет Текста Именно Как в Варде Потому что У меня только ПДФ Я думаю В Сидуре Бритулам Есть Я могу Посмотреть Ну вот В Сидуре У меня есть ПДФ Текст У меня есть Бумажный Сидур И ПДФ А что-то Я его Оттуда Не скопировать Не могу Хорошо Напиши Напомни На Архиповке В свое время Висела Большой плакат На нем Было написано Тела Молитва За Молитва За мир Во всем мире СССР СССР Это я помню Вот это интересно Да Кстати Молитва За мир Тоже хорошая Мне рассказывали Что составленные Они были Равом Олевским Который был Равин Города Иркутска Кроме Кроме того Он был Историком Еврейства А потом Он был Равином Марины Рощи Подожди Марины Рощи Это Ухтомка Ну можно Знать На этом месте Да Ухтомка Ухтомка Тут у нас Молит Соблаши Санагогия Товарищу Ухтомке Ругольской Привет Он скорее Не Марина Рощи Он Это Малаховка Я его фотографировал Марины Рощи Одно другому Не мешает А да Марина Рощи Гринмер Правда Ты правду Говоришь Да Окей Санагога Ну хорошо Присылайте Эти самые Пожелания По поводу Перевода Да Я там напишу Да Напиши Напиши Я найду Мне что-то давно Охот Нет проблем Окей Всем счастливо Пока Счастливо Счастливо Всего Всего Всего